Приветствую вас! И начать свой ответ я бы хотел вот с чего. Понимаете в чём дело? Первонаперво надо бы выяснить, зачем вы выложили свои руки на сайт с романцами. Для чего вы это сделали? Предсказали вам, что вы выйдете замуж. И вы сами для себя как-то решили, наверное, что замуж вы выйдете, в определённое время, в определённый момент и так далее. Вопрос, который у меня к вам есть, это вопрос следующего характера. Значит, какие у вас есть проблемы в личной жизни, что вы обращаетесь к сайтам романтов, для того, чтобы они вам помогли решить вашу проблему. Понимаете ли вы сами, что данная концепция полностью или частично исключает вашу, именно вашу ответственность за вашу жизнь? То есть, иными словами, когда вы перевешиваете, когда вы оглядываетесь на то, что вот, ну, то, что хироманты и их предсказания могут вам как-то помочь, когда вы это делаете, то вы снимаете ответственность в себя за свою жизнь и тем самым не несёте никакой за неё ответственности за свою жизнь. И, на мой взгляд, на мой взгляд, это довольно серьёзная проблема для вас, опять же, потому, по той простой причине, что вы ждёте, что, как бы, всё решится само собой, а всё само собой, к сожалению, не решается. И как не сбылось предсказание хиромантов по поводу вашего забудетства, а так не сбудется предсказание и по поводу того, что вы, значит, попадёте в несчастный случай. Это нужно понимать. Опять же, почему? Почему? Так, ответ на этот вопрос довольно простой. Дело в том, что предсказание актуально для вас в определённый момент времени. То есть, вот, когда вам предсказывали, может быть, это и было что-то. Но с тех пор ситуация, безусловно, поменялась, она поменялась, она могла поменяться, и она поменялась. И теперь это предсказание для вас уже не актуально, потому что человек сам своими усилиями, своей волей меняет свою жизнь каждый день, постоянно, понимаете? Человек делает это, человек меняет свою жизнь, постоянно меняет своё будущее, понимаете? В чём дело? Это происходит постоянно, и поэтому ваших предсказаний не сбылось ни одно, ни другое, ни третье. Именно по этой причине. Ни одно, ни другое. Именно по этой причине. По причине того, что вы поменяли свою жизнь уже, вы сделали её другой, иными словами, вы сделали её другой, вы сделали её иной. И это то, что является самым важным, если мы говорим о недосредственных, то, как влияет предсказание на людей. Я хотел, чтобы вы это постарались понять. И естественно, естественно, что вам везде скажут, что их романтия – это наука, и что, в общем, что-то там предсказано, это точно и так далее. Но подумайте, подумайте, вот о чём. Есть ли реальные серьёзные труды по хиромантии? Подумайте, вот о чём. Есть ли реальные исследования по хиромантии? Подумайте об этом. Потому что, если это действительно такая наука, как, например, вам говорят, то почему же по этой науке нет фундаментальных трудов? Нет исследований, нет теорий каких-то, да, и так далее. Но почему вас это не смешает? Вот об этом я рекомендую вам также. Подумайте, это действительно очень важно. Очень важно то, что вы доверяете свою жизнь, по сути, именно гаданию. Это именно гадание. То есть я погадала, и я предсказала, но не факт, что это будет. Сто процентов. Далее. Значит, тревога. Тревога – это ощущение, знаете, такой вот, я бы сказал, я бы сказал так. Тревога – это ощущение смутной опасности. То есть, когда, вроде бы, человек понимает, что не все гладко, человек понимает, вроде бы, что не все хорошо, не все в порядке, да, но при этом, при этом видимых, именно видимых источников страха нет. То есть, человек начинает испытывать тревогу, потому что он не знает, чего именно бояться, но чего-то он боится, чего-то он боится. В вашем случае, я полагаю, тревога продиктована не тем, что вы, возможно, может быть, попадете в, ну, несчастные случаи, попадете в аварию, катастрофу и прочее, прочее. В вашем случае, на мой взгляд, ситуация заключается в том, что у вас проблема, проблема контроля, проблема контроля над личной жизнью, над своей собственной жизнью. То есть, вы не несете ответственности полноценной за себя. В вашей жизни, в вашей жизни, есть определенный уровень безответственности, без контрольности, и из-за этого вы и чувствуете тревогу. Потому что вы понимаете, что контроля в вашей жизни, как такового, нет, и от этого вам страсти. Вы не чувствуете, поправьте меня, пожалуйста, если я ошибаюсь сейчас, вы не чувствуете, что ваша жизнь, она как-то от вас именно жива. зависит. Вот нет у вас такого чувства, что именно от вас зависит ваша жизнь. А это, на мой взгляд, и является самым скверным в данном случае. И нужно подумать вам, в первую очередь, как можно было бы сделать так, чтобы полноценно, скажем так, чтобы полноценно нести ответственность за свою жизнь. И говоря полноценно, я имею ввиду, имеется над ней полный, тотальный контроль. Вот это, на мой взгляд, и является самым главным для вас. Это и является для вас самым важным. Надеюсь, что вы это понимаете. Далее вы говорите про депрессию. Вы говорите про депрессию, и здесь вообще ситуация такова, что... Ну, я так полагаю, я так подозреваю, что никакой депрессии у вас нет, просто вы сами себя накручиваете, потому что депрессия – это довольно-таки серьезное психическое заболевание, которое лечится врачами, и от которого назначается лечение. Препараты, в частности. Поэтому я рекомендую вам в данном конкретном случае не накручивать себя, ну, по крайней мере, постараться, чтобы не накручивать себя. И вместо того, чтобы накручивать себя, просто брать контроль над тем, что вы делаете. Над тем, как вы себя позиционируете. Если хотите замуж, хорошо, давайте подумаем, что можно реально для этого сделать, если вы хотите замуж. Серьезно, если хотите замуж. Если хотите ребенка – хорошо. Давайте подумаем, что можно реально для этого сделать. Давайте подумаем Просто вы возьмете и подумаете, что вам нужно Что вам самой нужно Вы постараетесь это для себя определить Вы постараетесь это для себя понять И все И тогда вы увидите Тогда вы увидите Насколько привычными станут эти все предсказания Потому что предсказания Это перенос ответственности Если вы будете нести ответственность за себя сами Самостоятельно, если будете нести ответственность за себя То я полагаю, что никаких проблем У вас не будет Совершенно Потому что человек, который нести ответственность за себя Он, как правило Не подвержен Никаким несчастным случаям и так далее Теперь дальше Правильно я понимаю, что вы в некотором роде В некотором смысле этого слова Боитесь смерти Потому что вы говорите, что я опасаюсь, что попаду в аварию и со мной что-то случится Вот Это момент И это, на мой взгляд, довольно такой, знаете, серьезный момент Потому что я поясню, чтобы вы немного лучше меня понимали Если вы боитесь смерти Если вы боитесь смерти Это одно Если вы боитесь смерти, это одно Со страхом смерти можно работать Со страхом смерти можно что-то делать Именно со страхом смерти Но если вы просто Это у вас вот такая, знаете, своего рода навязчивая идея Что вот С вами что-то случится Вы попадете несчастным случаям и так далее Это совсем другое Это навязчивая идея И навязчивая идея Это уже совсем про другое Не про то, что вы боитесь Далее Я рекомендую вам Подумать о том Насколько реально Что А Чего вы боитесь Я имею в виду Я имею в виду Насколько реально Вот Что Что вы боитесь Боитесь несчастного случая Насколько это реально И Какова Значит Какова вероятность Того Что вы Попадете Действительно В этот самый Несчастный Несчастный случай Просто подумайте 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 здраво Помимо всего того О чем я вам говорю На этом все Надеюсь что помог вам Если какие-то вопросы остались Пишите в личку Я вам помогу Если понравилось Самое ответство Буду благодарен Если сделаете его лучше Желаю вам всего Самого доброго И удачи Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому